Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я сегодня иду в Центральный Дом Художника на новогоднюю ярмарку покупать подарки и... На этой выставке я должна встречаться со своими подружками по интернету, которые стали мне близки и дороги. Эти обе Галины, я вам обязательно познакомлю с их творчеством, потому что у них замечательные видео, замечательные каналы, которые я просто обожаю. И вот мы наконец встретились со своими любимыми подружками по интернету, так что видите, интернет входит в нашу жизнь. И любимые подружки Галочка и Галочка, две такие замечательные Галины. А их... Замечательные у них каналы, просто потрясающие. И вы с ними познакомитесь, я кусочки из фильмов поставлю в этот фильм, и фильм у них замечательный. Многие знакомы, потому что я смотрю, что мои подписчики, такие подписчики и Галочек. И в общем-то мы уже вращаемся в одном кругу. Рядом мы встретимся с этими замечательными красавицами. Красавицами. Звездами интернета. И я безумно-безумно счастлива. Это последний фильм Галины Кондратюк на её канале. Рассказывает нам о том, в чём нам встречать Новый год. Друзья, я Галина. Галина Рожнова. Приветствую вас на своём канале. Несколько дней тому назад я и моя молодая приятельница ходили в Центральный дом культуры железнодорожников. ЦДКЖ находится на площади трёх вокзалов. Место это знаменитое, место это именитое. И ещё в Петровские времена на этом самом месте стоял путевой дом, в котором останавливались богатые люди, когда ехали на охоту в Сокольнике. На охоту в Сокольнике. Впервые здесь были построены балаганы, накрывались огромные столы, выставлялись самовары. И поселенцы со всех окрестностей приезжали и приходили сюда ради любопытства и в надежде увидеть царский двор. Галина любит путешествовать и объездила весь мир. Она знает много интересных историй и слушать её очень увлекательно. Приглашаю к ней на канал в гости. Ссылки на каналы моих подруг ниже. Мы болтали, снимали видео и покупали подарки. Можете себе представить, наша встреча длилась 6 часов. Они существовали порядка 19 лет. Это были два брата, которые были в жанре «Жетные броши». То есть, допустим, «Поцелуй вечности», «Девушка-Ванга», «Лягушечки разные», «Питоняшки». И каждый с какой-то мыслью. Сейчас это всё в тренде, это в тенденции. Модно носить аппликации, модно комбинировать разными сюжетами. Вот тут Мария о чём говорит. Также у меня есть винтажные ароматы тех лет. Диор, кое-что, Эрме, маленькие миниатюрные версии. Английские духи, итальянские духи, то есть нишевые. Парфюмерия. И что, она не портится? А что будет с алкоголем, которым вино же не портится? А вино же не портится, там тоже сивушные масла присутствуют. Нет, как раз портится, оно есть. Нет, оно концентрированное просто становится. За счёт того, что... У вас уже там привезают в Грецию. На самом деле, все духа остается. Конечно. В фарфоровой такой, там, ручной работе. Нет, ну, естественно, изменяются. Это же куточка. Другое. Только дуги. Ещё раз покажите, для орехов какая. Для орехов. Да. Вот сюда, если положить орехи. Понятно. А для сахара у вас какая? Сахар можно вот этим пользоваться. Я вспоминаю своего дедушку, прадедушку. У него были рыжие усы. Он очень любил пить чай с блюдца. И эти рыжие усы были в чай. И он колол сахар именно такими щипочками. А бабушка тоже этим пасековала. На блюдечке всегда я такой была. Так, а вот это вот. А вот посмотрите, фотография. Какой жук. Вы видите? Пискодор. А-а-а. Видите? Ну, здесь, главное, очень красиво. Ещё и рамка. Рамка, да. Рамка, да. Со всей видимости. Это мельклёр или серебро? Это вешенки. Знаете, они с чем то, что можно либо на дверь шкафа вешать, либо на любой день. Её потом так будет. Так, а где вообще можно покупить вашу работу? Потому что выставка закончится, а вообще где вы продаёте? Из салона, Ленинский проспект. Вы только в салонах, да? Только с Ленинским проспектом 99 сотрудничаю. А так только выставки и заказы. На ярмарке мастеров. А, заказы вы берёте на ярмарке мастеров? Да. И там выставляют... А, на ярмарке мастеров. Я знаю ярмарку мастеров. То есть вы там... О, понятно. У вас свой магазин там, да? Надо, кстати, зайти к вам, посмотреть ваши вещи. И на сайте. Через сайт. Через сайт. А сайт здесь указан, да? Спасибо. И вот Галина покупает первый подарок. Вы колокольчик, да, взяли? Да, это я взяла в подарок своей снохе. Посмотрите, какой абажур. И, кстати, можно самим сделать белочкам-умелочкам. Но это должен быть уже одинаковый стиль. Мы не заметили, как пробежало время, как прошло шесть часов. Мы болтали, сидели в кафе, опять бродили по магазину, выбирая вещи. Оказалось, что у нас очень много общего, что у нас одинаковые взгляды на многие вещи. И вообще оказалось, что мы родственные души. И это так приятно. И это то, что интернет дарит нам. Приятные встречи с близкими по духу людьми. И какое это счастье. Нам не хотелось расставаться. И мы сразу же с Галиной Рожновой решили встретиться в январе в театре. В моей любимой Геликон-опере. Самые модные. Вот такие маленькие сумочки. И вот с таким. Ой, вообще разный стиль. В сфере была сумка, и это одного цвета. Сейчас это уже не модно. Потому что они совершенно разные были. Сейчас золото можно серебром комбинировать. Вот. И восток, и любой цвет. Да, но такие женственные я не очень люблю. Что значит женственные? Ну, это совсем такой женственные. Но мне что-то... У меня крупные формы. Мне лучше что-то покрупнее. Вот вам, да, идеально. Это вам будет вообще классно. Я раздеваюсь. Давай. Ой, кстати. А ваш какое интересное ожерелье. Мое допотопное. А вот смотрите. А вот такое вот вам давайте подберем. Подождите, сейчас я сочетаю. Не видно. Очень красиво. А блузка, я хочу сказать, белая. Она вообще вот ко всему хорошо. Она всегда будет... Это классика. Это как это? Маст хав. То есть то, что должна иметь любая женщина. У меня их много. Это моя груди. Я чувствую, что у нас будет видеочек об одних украшениях. Потому что мы все женщины, трое. И мы просто помешаны на цветах. А что нам еще здесь интересно? Ну, я согласна. Идеи для новогодних букетов, для елок. Ну, а если вы не хотите делать своими руками, то здесь это все можно купить. Лавандовая елочка с подарочками. С сердечками лавандовыми. Ой, какая красота. Просто потрясающе. Ой, какая композиция с маленькими. Ой, какая прелесть. А посмотрите, какие подушечки очаровать. Вот и мишки. Белые. Как вот без них. Посмотрите, какие подушечки с налочками. Ох, какая красота. Ой, какая прелесть. Вот мы с галочкой снимаем друг друга. Да, вот эта вот елка, конечно, очень эксклюзивная. Уникальная елочка со снеговиками. Типа же шаров и с домиками, и с ягодками. О, можно вашу фирму снять, да? Конечно. Так, а это к вам относятся эти елочки, да? Ага, ага, вот мы теперь сняли елочки, и их можно приобрести. Я вам сейчас дам две неточки. Вот на этой фирме. Да, да. У нас есть сайт, инстаграм. Вот, сфотографируйте. Вот там. Там даже еще более разнообразные вещи. А скажите, дорогие у вас это... Вот этот венок сколько может стоить? Шесть пятьсот. Они все вот, четыре венка, все по шесть пятьсот. Ой, ну уникальные венки. Кто? А елочка? Это елочка большая, пятнадцать. Вот те, что средние, семьдесят сантиметров, по девять. А вот те, что... Слушайте, какой венок там с домиками. Ой, я к нему ближе хочу подойти. Пожалуйста, называется «Рождественская сказка». И смотрите, там даже огоньки горят. Да. В окошках. Ой. О, это не для интерьера вообще. Нет, вообще. Потому что вы радует. Замечательная работа, замечательная. Я тоже вот... Вот книги у нас есть. Как это все делать, если вы хотите? Пожалуйста, это вот навка. Это я знаю, как делать. Знаете? Я делаю, только не так красиво. К сожалению. Хо! Конечно, но это мастерство. Это человек посвятил жизни, а я любитель. Пожалуйста. Спасибо. Ну, потрясающе просто, потрясающе. Мне очень нравится. Вот эта вот идея с домиками. Это последний вот тренд. Или как это сказать? Последний писк. Да, тренд. Все в тренде, да. Вот именно, что домик не наметил. Помимо материала, да, надо иметь этот вкус. Спасибо. А как вас зовут? Здравствуйте. Очень приятно. Желаем вам всего хорошего, благополучия, чтобы все у вас удачно продавалось. Спасибо. А я еще сниму. Какие фотографии. Какая прелесть. Какая прелесть. Это матрешки от Елены. Так что приходите, дорогие друзья, и вас ждет здесь прекрасный сюрприз. Здесь эти мастера, которые здесь работают, это профессионалы. У них школа Загорская еще. То есть здесь вы увидите вещи, которые всю жизнь были, как сказать, в тренде, выражали нашу национальную культуру, и которые, слава богу, не пропали, а вот остаются и сейчас. И есть, и можно купить. А здесь даже вот на ракушках. Не только с папьем, а шишкатулки заготовлены, но и раковины при входе. Видите, какой замечательный дед. Деревянные игрушки. А живут они у меня по соседству в Загорске. Я думаю, что обязательно куплю. Мы снимали, снимали и снимали. Материала получилось очень много. И поэтому я решила сделать вторую часть. Обязательно посмотрите ее. Спасибо, дорогие друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok